Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу показать свои бегонии. Купила я их очень давно, целых два месяца назад. И мне казалось, что бегонии, они как-то вот должны быстро расти. Но, во-первых, конец декабря, самый темный период года. Вот. Мне вообще казалось, они так выросли плохо. Но на самом деле, я сегодня купила новинки, и вот теперь разница уже видна. Вот эти бегонии, которые я купила, они невероятно красивые. Но они вот так поступают. Они выпускают новый листик, старый почему-то у меня отсушивают. То ли потому, что условия совершенно другие. То есть они... Новый листик, он приспосабливается к новым условиям. А старый листик, это вот те условия, которые у него были в теплице. Или там, где он рос раньше. Вот такие у меня через два месяца получились бегонии. Я, конечно, ожидала более такого вот результата, быстрого. Но показываю, какими я их купила. Вот для сравнения. Вот я ставлю сюда. Вот это моя новиночка. Это я купила только сегодня. Вот видите, разница уже заметна. Вот, или вот, например, тоже новиночка я купила. Ну вот, разница. Или вот к этим поставлю... Ну, она получается первая, а вот эти вот вторые. То есть она все равно кажется крупнее. Если местами поменять... Сейчас я поменяю местами. Ну, видно, что за два месяца они все-таки как-то выросли. Причем, вот видите, один у меня вот какой? На фитиле. А второй... Ну, вот эти все. Просто в зарослях герани я их поставила. И там такая шикарная влажность. То есть заросли герани – это комнатная теплица, по сути дела. Там выживает и оживает все. Получается, герань – это фантастическое растение. Оно не только сад украсит. Получается, что я зимой передерживаю герань. И она является таким вот инкубатором для малышей. Все, что не в зарослях герани, оно не так быстро вырастает. Вот я бы вообще не решилась покупать вот такие вот фактически росточки. Разве это растение – это просто росточки такие вот. Но поскольку у меня уже этот фокус получился, то есть я принесла, просто поставила в заросли герани, аккуратно поливала, и они начали через месяц какие-то признаки жизни подавать. Вот. Я их потом пересадила в больший горшочек. Вот, кстати, смотрите, вот я покупаю, насколько маленький горшочек. Это вообще пятидесятка. А вот это 0,75 горшочек. Вот я пересадила. И, кстати, за месяц не все даже эти пятидесятку освоили. Сказать, что я прям вот так вытащила, и полный горшочек был корней – нет. То есть месяца недостаточно. В этом горшочке вот это вот маленькое растение должно посидеть, получается, не месяц, а месяца полтора. Вот. Но по-другому время все равно никак не подгонишь. Вот оно все растет с такой скоростью. И что-то в этом подогнать, как-то исправить, ну, во всяком случае, с моим опытом невозможно. Я бесконечно благодарна каналу «Марина и цветочные друзья». Я смотрю ее коллекцию, загораюсь. Мне хочется очередное растение купить. Мне кажется, ну все, точно у меня ничего не получится. И у меня раз за разом некоторые растения получаются. Почему я сейчас сказала некоторые? Я вчера показывала суккуленты. Суккулентами я увлекалась много лет назад. Это единственное, что у меня росло. Так вот, когда у меня были денежные деревья, красулы, одно денежное дерево, полосатенькое, у меня не росло. И вчера я это полосатенькое дерево вижу в показе у девочек, которые занимаются суккулентами. Но суккулентов я сейчас смотрю так много. Вот «Ленчик-Ленчик» мне очень нравится канал. Я уточню. Я еще про этот канал тоже расскажу. Я немножко путаюсь. Я к чему про эту полосатую красу говорю? Что есть сорта очень капризные. Вот, например, вот эти бибуни, получается, которые я взяла, они просто случайно оказались более-менее не капризные. Вот. А если вы видите одно растение, вы можете попасть на капризное, как с вот этой полосатой красулы, и вы придете к выводу, что вы не умеете там что-то выращивать. А на самом деле это просто будет такой сорт. Вот. Поэтому я беру сразу вот пять растений дешевых, маленьких. Потому что если маленькие получатся, значит, все будет хорошо. Все срастется, все, значит, будет получаться. Вот. А если брать сразу крупные, да еще попасть на какое-то капризное растение, вот среди красул, какие бы я выбирала? Конечно же, с полосатыми листьями. И вот если попасть на капризное растение и взять одно большое, то можно прийти к выводу, что вообще не получается растение выращивать, ничего не получается. Вот. Поэтому вот у меня такой путь. Брать малышей, брать много, предполагать, что среди них и капризули могут оказаться, то есть капризные сорта. Не принимать это все на свой счет, идти вперед, и вот так выращивать. И потихоньку эти растения, хоть какие-то из них, я надеюсь, станут крупными, большими. Потому что вырастить из маленького большое, это и есть самое-самое интересное. Вчера я показывала начало своей коллекции суккулентов, а сегодня продолжение уже через два месяца моей коллекции бегуньи. Вот что происходит, если купить малышей и два месяца без особого опыта за ними старательно ухаживать. Всем желаю удачи, исполнения желаний и всего самого хорошего.